Подобные повреждения барнаульцы стали обнаруживать на своих авто недавно. С начала сентября у дома по адресу Попова 61 Антона Петрова 235 завелся стрелок, который, как предполагают, пользуется пневматикой. Чтобы где-то камушек отлетел. Потом в объезд захожу, смотрю объявление, висит уважаемые жители, кто еще пострадал от деятельности стрелка, сержитесь по телефону. У меня тут, как знаете, кипятком ошпарило. Думаю, да у меня это тоже нифига не камушек. От действий злоумышленника пострадало уже несколько машин. А недавно, по словам людей, полиция задерживала человека, который стрелял из пневматики по автомобилям, голубям и даже якобы из-за замечания избил дворника. Что касается поврежденного имущества, по мнению жильцов, стреляет он сверху. Однозначно, где-то живет он выше четвертого этажа. Потому что, когда у ребят стояла машина за забором, дырка появилась прямо за забором, когда машина на стоянке стояла. Еще одна женщина, откликнувшаяся на объявление, сообщила об инциденте, который произошел 20 мая с утра. Когда подошла к машине, вообще не поняла, что со стеклом. То есть, пассажирское сидение переднее, оно было все в сеточку. То есть, такое, как стукнули его, как будто бы, да, но оно не вывалилось. То есть, полностью в сеточку. Но, естественно, я стала открывать дверь, и оно вывалилось. Женщина вызвала полицию и написала заявление. Однако, через месяц ей пришел ответ с отказом в возбуждении дела об административном правонарушении. Так как не выявили, не установили лица, которые подлежат административной ответственности, ну и здесь написано, что незначительный ущерб. Написано, что, согласно данным сайта Дром, стоимость данного стекла составляет 1000 рублей. К слову, заменила стекло женщина не за 1000 рублей, а потратила порядка 15. Проблема есть такая, что зачастую нет фиксации. И однозначно же в пределах одного дома сложно найти, в какой квартире кто использовал. То есть, пневматическое оружие, оно не регистрируется у нас каким-либо образом. Продается оно просто с 18 лет по паспорту. Сотрудников полиции, наверное, здесь прямо ругать неправильно. Другой момент. Если не было совершено вообще никаких действий, то есть, взяли объяснение у заявителя и все. На этом дали квалификацию, особо не искали, невозможно установить. В таком случае действие бездействия в данном случае нужно обжаловать в органы прокуратуры, как надзорного органа. Однако жители дома переживают не только за свое имущество, но и за свои жизни и жизни своих детей. Мож курил на улице, и ему прям, ну не ему, а он прям слышал, как обжелезную трубу отрикошетила, то есть металлическое что-то. Если в глаз попадется, так-то, конечно, убить насмерть, я думаю, нельзя, но вряд ли он боевыми стреляет. Ну, конечно, оставлять это без внимания нельзя, потому что я знаю, что в соседнем горе он в ребенка стрелял. Я слышала, как бы рассказывали. А пока стрелок не найден, жителям многоэтажки придется чаще смотреть наверх и парковать свой транспорт подальше от дома. А мы обратились с запросом в МВД Барнаула и ждем ответа правоохранителей. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов, День с толком.